Его знают все железнодорожники Бреста и многие жители города. За его плечами 47 лет работы на транспортном узле. Сначала в качестве приема с датчика, помощника начальника, а затем хранителя фондов музея Брестского железнодорожного вокзала. Музей, который по его же инициативе был создан 30 лет назад. Речь идет о Савве Тихоновиче Шпудейко. Человеке, который знает историю Брестской гавани поездов, как свои пять пальцев. Более того, он был свидетелем многих значимых событий в жизни вокзала. Например, Савва Тихонович дважды приветствовал генерального секретаря КПСС Леонида Брежнева, который в один из приездов распорядился угостить детей на перроне конфетами «Красный Кремль». Помнит почетный железнодорожник и визит северокорейского лидера Ким Ирсена с коробками собачьего мяса, которые ему готовили во время путешествия. И таких историй немало. Многие из них запечатлены на фото, а некоторые навсегда останутся в памяти и сердце Саввы Тихоновича. Я люблю этот дворец. Я занимался вместе с покойным стрелячком и Юрочкой Наймушиным, изысканием истории, вот этой телеграммки, которая вот там есть, говорящая, что 28 марта. Поэтому все это пропущено через сердце, через душу. Ведя экскурсии с иностранными гостями, я им говорю, что Беларусь, а Брест и вокзал в частности являются центром Европы. Они сперва, особенно французы, вроде не соглашались, а потом, когда я им сделал доводы, юридически доказал, да, вы правы, что это центр Европы. Свой современный вид Брест-Центральный обрел после распоряжения Иосифа Сталина о восстановлении вокзала после Великой Отечественной войны. Это произошло во время поездки вождя на Поздамскую конференцию. Так Брест-Центральный обрел новый стиль – сталинский ампир. Были достроены кассовые залы, переходы по всему периметру установили опоры, символизирующие прочность и мощь. Позже вокзал пережил капитальную реконструкцию, которая была окончена в 2013 году. Сегодня гавань поездов действительно гордой страны. Ей восхищаются все пассажиры, поток которых на Брестском железнодорожном Велик. В год вокзал отправляет пассажиров 3,5-4 миллиона пассажиров в год. Если взять за 4 месяца текущего года, с вокзала было отправлено 930 тысяч пассажиров или в среднем 7800 пассажиров в сутки. Значит, в летние месяцы, естественно, эта цифра больше, она увеличивается до 10-11 тысяч пассажиров в сутки. Брестский железнодорожный вокзал – это место исторических встреч, визитов многочисленных делегаций, культурных и политических деятелей. Этот поистине величественный транспортный узел не раз был декорациями для сумок кино. Наконец-то жители города перрон вокзала – место особенное, которое ассоциируется с любимыми людьми и долгожданной встречей. За всем этим стоит труд железнодорожников, которые заслуживают слово благодарности и поздравления. История вокзала насчитывает немало славных страниц. Его здание является визитной карточкой города. И здесь работают замечательные работники. И они помнят, что работают на пограничном вокзале, и от них зависит, с каким настроением уйдет пассажир с вокзала, и зависит впечатление в целом о нашей республике. Виктория Дрогобецкая, Эдуард Букунович, Антон Луговкин, телекомпания Бук-ТВ.